В театре школы современной пьесы состоялась премьера спектакля «Фаина Эшелон». Режиссер Иосиф Райхельгаус поставил его по мотивам дневника своей мамы Фаины Иосифовны. Ее роль исполнила Елена Санаева, которая не только говорила, но и готовила. Любовь Горчакова продолжит. Вот порч. Вполне обычное дело. Его рецепт знают миллионы женщин. Свекла, морковь, лук, чеснок, фасоль и полтора часа плиты. Всего полтора часа, за которые можно рассказать целую жизнь. Фаина Иосифовна часто рассказывала разные истории за приготовлением борща, которые попробовали все друзья семьи Райхельгаус. Именно поэтому вопросов, как поставить этот спектакль, у режиссера не возникало. После еетия родился мой брат Миша. Мы жили в одной маленькой комнате, а за стеной у нас была колхозная маслобойка. Она работала круглосуточно, и гол от нее был невыносимый. Даже непонятно, как мы вообще все это терпели. Нам казалось, это норма, мы же не знали другой жизни. Ключевым воспоминанием в спектакле, которое героиня Елены Санаевой повторяет несколько раз, стала история о том, как в грузовой поезд, где ехала Фаина, Броня, их родители Иосиф и Альбина, попала бомба. Под платформой, на которой разворачивается действие, специальная конструкция создает иллюзию движущегося поезда. А видеопроекция на стенах обозначает окна, за которыми разворачиваются военные действия. Героиня Санаевой с любовью рассказывает и о двух сотках у самого моря в Одессе, на которых они с мужем построили дом. Эта земля на протяжении долгого времени принадлежала семье Рейхигаус. Кто только не побывал на этих двух сотках. И Галина Борисовна Волочек когда снималась, и Альберт Филозов, и Люба Полищук. Потом они такую дачку построили на двух сотах. Вот сейчас это все сгорело уже давно, там, где были вот эти вот соты, понимаете? Там выстроили дома, уреза моря. Живут люди, понимаете? Люди. Столы готовили к трапезе весь спектакль. Расстелили скатерти, поставили тарелки, ложки и кружки. Зрителям казалось, что еще вот-вот и в чашке начнут разливать борщ. Этого не произошло, потому что раздался взрыв, как в жизни Фаины, из-за которого рухнули планы и надежда семьи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова